Добрый день! Вы слушаете и смотрите программу КПП на телеканале TV.com и на частоте 94FM радиостанция «Комсомольская правда». В студии для вас работают Игорь Бабков и Бато Багдаев. Здравствуйте! 20 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил новое решение Совета национальной безопасности и обороны о украинских санкциях против России. Указом главы Украины об ограничительных мерах санкции введены против 850 физических лиц из России, Луганской Народной Республики и Донецких Народных Республик. В список попали бизнесмены, политики, депутаты. Среди них и два наших земляка. Депутата Единоросса Государственной Думы Алдар Дамдинов и Николай Будуев. Как написал сам Николай Робертович, «Мне, Миколе Будуеву запрещен въезд на территорию Незалежной на три года и арестованы все мои активы, которых в Украине у него не оказалось». Чтобы прокомментировать эту информацию, вероятнее всего, что Порошенко, скорее всего, выполнил ту основную и почетную миссию, которую должен был выполнить народ Бурятии. Запретить въезд на территорию Бурятии двум высокопоставленным чиновникам, депутатам Госдумы. Я так полагаю, да? Да, действительно, народного доверия, конечно, эти два наших депутата не оправдали, хотя шли в Государственную Думу под красивые лозунги о том, что будут бороться за интересы народа Бурятии. Ну, а что мы видим в результате? Два наших брата-акробата в Государственной Думе проголосовали за увеличение пенсионного возраста, за пенсионную реформу, за увеличение НДС. Недавно они вообще проголосовали за то, чтобы дети платили алименты своим родителям, женщинам предпенсионного возраста. И, в общем, проголосовали за ответственность, за оскорбление власти, так называемый этот скандальный закон, за ограничительные меры в интернете. В общем, везде засветились, где только можно. В общем, везде голосуют только не за народ, только не за жителей республики. Я так полагаю, да? Поэтому, что мы должны сказать? Поддерживайте, уважаемые телезрители и радиослушатели, санкции, которые вел Петр Порошенко против двух депутатов от республики Бурятия. Или не поддерживайте. Безусловно, это ваше право. Если у вас есть на эту тему какое-то конкретное мнение, которое вы можете выразить, вы напишите нам письмо на Барсоева-13 в телекомпанию ТВКОМ в программу КПП Багдаеву и Бабкову. Тем более у нас сегодня поступило одно из писем, которое я процитирую, скорее всего, даже прочитаю несколько позже, и мы дадим, соответственно, оценку и озвучим все, что было сказано в этом письме. О скандалах и драках. Директор Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства Бурнис Хлопсан Будожапов влепил две пощечину и трижды пнул по ногам журналисты телекомпании АТВ Будда Монхоева. Видео уже стало достоянием гласности, опубликовано в интернете, вышло в эфир. Съемочная группа прибыла в институт для того, чтобы выяснить, почему на земельном участке, принадлежащем Бурниск в Каленово в Логинском районе, функционирует кирпичный завод по сведениям телекомпании без оформления земельных отношений и принадлежащие гражданину Китайской Народной Республики. Но Лупсан Будожапов встретил журналистов со скандалом, начал кричать «Голос понисти! Вы разговариваете с профессором!» Почему-то вырвал у Будда Монхоева его сотовый телефон, которым он пытался осуществлять съемки, и спрятал его в тумбочке. Но полез драться, кричал, говорил, что тележурналисты — это позор телевидения, в общем, неадекватно себя ввел. Чем он, как вы думаете, был так сильно напукан? Вроде уважаемый человек, профессор, руководитель научного учреждения, должен быть образцом, я думаю, интеллигентности, воспитанности. Ну, а мы вот здесь увидели настоящего какого-то шлоба или что-то, какой-то такой, ну, вообще низкосоциальное поведение. Вероятнее всего, что, наверное, за такое низкосоциальное поведение мы должны на нашей программе дать ему прозвище, которое просто обязано будет прижиться в среде народа. Профессор-кикбоксер-хам. Вот так, ну, в принципе же, бывают же такие. Не кикбоксер, а хамбоксер. Может, хамбоксер. Или, может быть... Ханбоксер. Или, может быть, та информация, которую мы недавно озвучивали о том, что сегодня президентом Калмыкии, главой Калмыкии стал кикбоксер, чемпион мира Бату Хасиков. Может быть, это произвело на этого псевдопрофессора информация такая, может быть, она вдохновила его, и, может быть, он посчитал, что любую информацию, которая претит его самолюбие, его честолюбие, он должен принимать с ноги, а еще и добавлять с руки. Поэтому, конечно, жалко, что этот журналист не дал ему сдачи. Я думаю, что нужно давать сдачи всегда. На любое проявление агрессии нужно однозначно отвечать адекватно. Поэтому стесняться не нужно, и строить из себя свитошу. И если этот хамло-псевдопрофессор поднял руку на какого-то другого гражданина, не посчитав нужным ответить на его вопрос, а там действительно, конечно, в Каленово, там постоянно окапываются разного рода гастарбайтеры, и китайские в том числе, и корейские, и кого там только не было. И поэтому я думаю, что есть там доля истины, и вероятнее всего, что он, наверное, испугался прямолинейно отвечать на этот вопрос, потому что затрагивало, наверное, интерес какой-то личный, какой-то корыстный. Но я думаю, что события будут развиваться, мы дальше услышим, что там в итоге произошло. Ну, журналисты решили, как говорится, соразмерно ответить этому инциденту и обратиться в милицию, в том числе, значит, скорее всего, по факту побоев у нас тут, легкие телесные повреждения, да, оскорбления, это же оскорбление действия им пощечина. И плюс, конечно, воспреспятственная журналистская деятельность. И вполне возможно, что там какие-то, значит, экономические действительно нарушения имели место быть. Ну, в общем, Лапсану Будожапову не поздоровится. Зря он это так сделал, зря он себя не сдержал, но вполне возможно в социальных сетях пишут, что он так себя ведет и по отношению к своим подчиненным. Скорее всего, если по отношению журналиста такое допускает, я не знаю, за закрытыми стенами этого института что-то творится. Помнишь фильм «Джентльмены удачи» там, где был главарь Шайки, доцент? Поэтому вероятнее всего, что надо профессора, скоро переименуем. Не профессор, доцентом надо его назвать. Поэтому доцент он будет, белый доцент. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что смертность среди мужчин в России составляет 736 человек на 100 тысяч населения. Задача национального проекта здравоохранения – снизить эту планку до 530. Между тем, в Европейском Союзе смертность среди мужчин составляет 200 человек на 100 тысяч населения. То есть практически в 3,5 раза ниже, чем в России. Главная причина, по словам министра здравоохранения, 70% смертей мужчин трудоспособного возраста – это последствия употребления алкоголя. Самая уязвимая категория людей – это возраст 50-60 лет. По словам Вероники Скворцовой, те, кто доживает до 56 лет, имеют шанс прожить в среднем 79 лет. Сегодня же, по сведениям Росстата, средняя продолжительность жизни в России составляет 73 года. Ну, я так думаю, что, наверное, Вероника Скворцова несколько заблуждается в своей информации, в своей точке зрения. По той простой причине, что до 56 лет те, которые граждане доживали, как она говорит, и у них есть шансы дожить выше 70 лет, это когда пенсионный возраст наступал для мужчины в 60 лет. А так как пенсионный возраст для мужчины сейчас наступает в 65 лет, то, конечно, тот мужчина, который попадает в столь сложную полосу, так называемую полосу препятствий, когда депрессия начинает уже удручать гражданина, когда светлого будущего, безусловно, конечно, сложно увидеть, и большей частью гражданин живет переживаниями за завтрашний день и за будущее своих детей. И еще плюс, значит, здесь навязывается вот это вот развязное такое демократичное, либеральное отношение к алкоголизации нашего населения, то вероятнее всего, что, может быть, он, если и попал в этот возраст, 56 лет, он бы, конечно, и проскочил эту планку, будучи пенсионером, потому что смог бы уже, как говорится, выстоять, выдержать, а так он попадает в категорию предпенсионера, а здесь алкоголизация, здесь перспектива пенсии не светит, плюс предпенсионеров не берут на работу, и, соответственно, эта категория людей, конечно, становится еще более уязвимой. — Между тем, действительно, причиной смертности среди населения является не только высокий уровень алкоголизации, это, наверное, очень актуально и для нас в Бурятии, поскольку мы там бьем рекорды и по алкоголизации, и по наркомании, и по прочим. — И по спиду, и по психическим заболеваниям. — Да, и по прочим социальным заболеваниям. — Так вот, по сведениям Бурятстата, как пишут московские комсомольцы в Бурятии, в прошлом году в Бурятии выкурили сигарет на сумму 6,5 миллиардов рублей. Эта сумма превысила показатели 2017 года на почти миллиард рублей. Если в 2017 году выкурили на 5,5 миллиардов, то в прошлом году уже на 6,5. Но, правда, физический объем чуть-чуть уменьшился на полпроцента, и покупать стали сигареты чуть поменьше из-за дороговизны. И рост объясняется ростом стоимости кабачных изделий. — Ну, это, конечно, еще более пагубная статистика, потому что сегодня город Улан-Удэ находится в десятке самых загрязненных городов России. И сегодня ни для кого не секрет, что большая часть населения, порядка 600 тысяч наших жителей республики проживает в городе Улан-Удэ и его окрестностях. Город Улан-Удэ действительно самый загрязненный город России. Уровень бензопирена превышает допустимый в некоторых точках города Улан-Удэ в 60-70 раз. И уровень загрязнения является угрожающим. И, конечно, когда горожане, когда жители республики так много курят, безусловно, они уже и тем самым подрывают свое здоровье. И плюс еще накладывается вот эта очень негативная, нездоровая экологическая обстановка, очень загрязненный атмосферный воздух, который увеличивает риск заболевания онкологическими заболеваниями, риск заболевания хроническими, обструктивными болезнями легких. И сегодня действительно нашим медицинским работникам, нашей прокуратуре, давно уже пора бить тревогу. А мы еще и курим в таком объеме. Вы представляете, что происходит? Нам не курить нужно, нам нужно всем покупать и выдавать противогазы в нашей республике и в городе Улан-Удэ. Потому что не только город Улан-Удэ, Селенгинский район, Селенгинск поселок, Гусенозерск, часть Кабанского района попадает в точно такие же негативные параметры. Поэтому, конечно, уважаемые граждане, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, находите в себе возможности, бросайте курить, ограничивайте себя, а, значит, вот по отношению к табачным изделиям. Потому что ваша жизнь, тем более пенсионный возраст сокращенный, предпенсионеры сегодня находятся в таком сложном положении, попадают в группу риска по алкоголизации. И ваша жизнь, она бесценна, бесценна для вас, для ваших детей, для ваших родственников. Берегите себя. Вообще, Игорь Александрович, вы, конечно, правы в том плане, что действительно Улан-Удэ на сегодняшний день представляет газовую камеру, где мы с вами дышим отравленным воздухом. Но в этом плане, конечно же, большую лепту вносит автомобильный транспорт, который у нас сегодня на бензине и на дизельном топливе. Я вот быв в Китае, там есть такой город Санья на юге Китая. Там вообще все двигатели на электротяге работают, вообще нету загазованности. И главное, шума нету, потому что электродвигатели, они работают бесшумно. В этом плане даже очень показательный пример соседнего Улан-Батора в Монголии. Монгольские власти сетчески стимулируют именно покупку приусов, так называемых комбинированных двигателей, машин с комбинированными двигателями. На электрической тяге и на бензиновых двигателях. Но в этом плане, наверное, и на газовые тоже нужно переходить двигатели. Это же тоже ведь экологически, как бы сказать, разумно, да? Ну, здесь, конечно, безусловно, разумно. Тем более автомобиль, он становится же двухтопливным. Есть южнокорейские автомобили, у которых двигатель полностью газовый, работают на жиженом углеводородном газе. Значит, у нас в городе Улан-Удэ в республике Бурятия устанавливают газобаллонное оборудование на все виды бензиновых двигателей, и автомобиль становится двухтопливным. Конечно, установка, она автоматическая, она запрограммированная, и, соответственно, ваш автомобиль заводится на бензине. После нескольких минут прогрева автоматически сам переключается на жиженый углеводородный газ, и выхлопы, естественно, они очень минимальны. Но представляете, что такое гражданин, когда готовит пищу дома, использует при приготовлении пищи газовую плиту, в качестве теплоэнергоносителя использует жиженый газ. Никто ведь не задыхается. Поэтому автомобиль становится двухтопливным, выбросов очень и очень мало, и это является основным таким показателем того, что мы тоже можем свою экологическую обстановку значительно оздоровить. Да, значительную долю в отравлении нашего воздуха дают, конечно же, и частный сектор, где вы, кстати, тоже проживаете. Люди, к сожалению, пользуются низкокачественным углем, сжигают резину, мусор и так далее. И мы с вами видим, что действительно Ланде сегодня охвачен этим ядовитым дымом, ядовитые зависти, которые у нас идут из частного сектора, где у нас порядка 45 тысяч частных домов. В этом плане, конечно же, Игорь Александрович, я всегда говорю, что необходимо перебросить коммуникации на левый берег. К сожалению, на сегодняшний день стоимость переброски теплоцентрали от нашей ТЭЦ-1 обойдется для бюджета где-то порядка, наверное, 600 миллионов. Это по ценам 2012 года. Да, 2012 года, когда я шел в Народный Хурал. Вот я эти цифры знаю. Но на сегодня, наверное, где-то порядка миллиарда нужно для того, чтобы перебросить вот это тепло, централь, трубу через Селингу на левый берег. Вот чем должна быть сегодня озабочена власть. К сожалению, именно из-за нехватки инженерных тепловых сетей сегодня у нас строительство, многоэтажная застройка на левом берегу невозможна. Поэтому власти нужно, я думаю, именно это взять во главу угла. Вы как депутат от Левобережья, как полагаете по этому поводу? Я полагаю так, и на последней сессии я задал вопрос. К моему, конечно, вот к моей радости глава республики поддержал этот вопрос. И было предложено создать рабочую группу для того, чтобы выработать комплексную программу, связанную с оздоровлением нашей экологической обстановки. К сожалению, конечно, хотелось бы, чтобы все это двигалось намного быстрее. Да, большая часть индивидуальной жилищной застройки сконцентрирована именно в Селингинской долине и Волгинский район. Большая часть города Олан-Удэ представлена индивидуальной жилищной застройкой. Я думаю, что тех сумм, как вы говорите, миллиард на переброску тепловых сетей тратить, конечно, нецелесообразно. Нужно в республиканском бюджете предусмотреть компенсацию на использование в качестве теплоэнергоносителя электрической энергии. У нас каждый индивидуальный дом получает технические условия на 15 кВт. Поэтому 3-4 кВт плюс установка электрического котла, плюс установка отдельного электросчетчика для того, чтобы мы могли субсидировать из республиканского бюджета нашим энергетикам на компенсацию разницы в цене. И нужно устанавливать электрические обогревательные приборы, в частности электрические котлы, отапливать свое помещение электроэнергией, не сжигать уголь, не сжигать дрова, потому что мы вырубаем свои лесные массивы. И, соответственно, экологическая обстановка значительно оздоровится. Потому что я длительные годы проживаю на Левом берегу. В свое время, когда в начале 90-х годов, когда не было таких беспрецедентных мер безопасности у энергетиков, когда они плохо контролировали хищение и воровство электрической энергии, то Левый берег не был так загрязнен. Потому что многие пользовались халявной электроэнергией, отапливали свои дома электрической энергией. И, конечно, такого колоссального смога на Левом берегу не было. А мы и так находимся в Селингинской долине. Еще левая бережная часть находится еще в дельте Селинги, понимаешь. Она еще ниже по уровню. И, конечно, весь смог оседает на вот этой части города Улан-Удэ и приносит, конечно, непоправимый ущерб здоровью наших граждан. Но в этом плане я всегда повторяю и неоднократно о том, что примером должна служить для нас Монголия. В Улан-Баторе мы знаем с вами. Да та же Иркутская область, далеко ходить не нужно. Но не будем с этим экономическим гигантом себя сравнивать. Давайте с нищей Монголией себя сравним. Там в Улан-Баторе власти нашли, изыскали денежные средства и так из скудного монгольского бюджета средствами на то, чтобы сделать бесплатным электрическую энергию для частного сектора после 12 часов ночи. Я думаю, это существенно снизило бы именно выбросы в атмосферный воздух. Между тем, Бурятстат пишет очень интересные сведения по тратам, которые осуществляли жители Бурятии в прошлом году. На сотовые телефоны было потрачено практически полтора миллиарда рублей. Здесь намечен рост объема продаж. Также жители Бурятии потратили на покупку автомобилей почти пять миллиардов рублей. Тоже отмечен рост. Начали активнее покупать меховые изделия полтора миллиарда рублей. Затратили на одежду другую более миллиарда рублей. А вот на книги жители Бурятии, к сожалению, потратили всего лишь 48 миллионов рублей. Это ничтожная цифра по сравнению с ими миллиардами, которые тратятся на другие предметы потребления. Ну, конечно, когда человек читает книги, то не происходит оскудевания ума. То есть ваш ум остается таким же гибким, таким же подвижным. Вы не теряете словарный запас. И, конечно, удручает эта цифра, что такое количество, минимальное количество денег тратим на покупку книжных изделий. Конечно, книги нужно читать. И книги нужно читать в любом возрасте. Тем более, когда вы в возрасте, просто переключайтесь на книги. Потому что все эти гаджеты, все это ваше зависание в интернете, в социальных сетях и так далее. Все это условное общение, оно абсолютно ничего не дает. Ни экономики. Ну, что оно может дать? Ни экономики, ни здоровью это ничего не дает. То есть ваш карман от этого никоим образом не прибывает. Гробите свое здоровье, гробите свое зрение, зрение своих детей. Поэтому книги нужно читать больше. Тем более, сейчас очень много хороших, интересных книг продается в книжных магазинах. Смотрите и слушайте программу КПП. Всего доброго. Всего хорошего.